О тех, кто своим мужеством, храбростью, силой духа приближал великую победу, рассказывает и агентствователи новостей. Проект «Беларусь помнит» — это связь времен и поколений тех, кто сражался на поле боя в годы войны, и их потомков — детей, внуков и правнуков. В том числе наш рассказ и о героических женщинах — Зинаида Корж. Сила духа этой хрупкой девочки оказалась прочнее брони немецких танков. Она стала ангелом-хранителем для многих солдат Красной Армии. Каждый раз, глядя на перрон, в память Ольги всплывают воспоминания ее матери о самом страшном дне ее жизни. В начале войны 14-летняя девочка вместе с семьей попадает под бомбежку. Ее родители и брат успевают вскочить в последний вагон поезда, а 14-летняя девочка остается на перроне одна. Прибавив к своему возрасту два года, Зинаида попадает на фронт сестрой милосердия. Она очень любила лошадей, и волей судьбы оказывается в рядах 4-го кубанского кавалерийского корпуса. КОНЕЦ Шел второй год войны. Во время боя Зинаида Корж выносит раненого бойца практически из-под гусениц немецкого танка. Затем, найдя в окопе бутылку с зажигательной смесью, уничтожает технику противника. КОНЕЦ Зинаида Корж сражалась за то, чтобы ее внуки не знали, что такое война, но чтобы помнили и знали цену великой победы. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ